В июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Килибаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбас Гулиев и Дельгамас Керов взяты в заложники. Все трое просто хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В их отношении было возбуждено уголовное дело. Затем так называемый суд сепаратистского режима Нагорного Карабаха приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева к 22 годам лишения свободы. Сын Дельгамас Керва, принявший участие в заседании ОБСЕ, потребовал справедливого отношения международного сообщества в отношении своего отца и содержащегося с ним в плену Шахбаза Гулиева. Я приехал сюда, чтобы сказать, что мой отец Дельгамас Керов был взят в плен во время посещения могилы своей матери в оккупированном Армении в Килибаджарском районе Азербайджана. Когда его похитили, он весил 95 килограммов. Сейчас он весит 45. У него серьезные проблемы со здоровьем, сильные головные боли, боли в сердце и в спине. Мой отец пожилой, больной человек. У вас есть дети, и вы проводите с ними время вечерами. Я тоже хочу видеть отца, общаться с ним. Хочу вместе с ним отметить свой день рождения. Здесь присутствуют дипломаты и послы. Я прошу вас, помогите. Вызвались моего отца Дельгамас Керова. Азербайджанский правозащитник Ахмед Шахидов, обратившись к представителю России при ОБСЕ, отметил, что равнодушное отношение Москвы к судьбе гражданина России, азербайджанца по национальности, вызывает обеспокоенность в Азербайджане. Он призвал ОБСЕ выразить жесткую позицию по факту содержания двух гражданских лиц в заложниках на протяжении более трех лет. После заседания Кюрдог Луаскеров провел мирную акцию с целью привлечения внимания общественности к этому вопросу. Кюрдог Луаскеров продемонстрировал фотографии отца до и после взятия его в заложники и призвал оказать поддержку в высвобождении Дельгама Аскерова. Он также встретился с рядом иностранных правозащитников и донес до них правду о случившемся. Правозащитники, в свою очередь, осудили факт содержания в заложниках двух мирных жителей и пообещали оказать поддержку в этом вопросе. Международные мероприятия, подобные проходящие в Варшаве конференцию ОБСЕ, являются важнейшими площадками, при помощи которых необходимо доносить правду об армяно-азербайджанском Нагорно-Карабахском конфликте до международного сообщества. Наша работа и наш долг рассказывать всем о лишениях миллиона беженцев до тех пор, пока справедливость не будет восстановлена. Это очень важно для нас. Чем больше нас будут слышать в мире, тем больше вероятность того, что Нагорно-Карабахский конфликт будет решен именно мирным путем, так как именно этим путем Азербайджан хочет восстановить свою территориальную целостность. Обсуждения, организованное Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, продлятся до 22 сентября. Виктория Периева, Радик Исмайлов, Эльвинг Джиалиев, Си-Би-Си.